В прошлый раз мы с вами сформулировали теорему, что ли, я не помню, как она называлась, теорема или предложение, или как-то иначе, вообще никак не называлась, так или иначе, вот мы давайте это сейчас докажем. Значит, ряд обратных степеней, сумма единиц, наверное, в степени s, сходится, если показатель степени больше единицы, и расходится, если уменьшили бы равен единице. Так, ну давайте сначала случай расходимости разберем. Ну, значит, когда s у нас убывает, то и степень, это самое, n в степени, становится меньше, правильно? Поэтому, вот, если s меньше единицы, то n в степени s меньше, ну, можно писать меньше либо равно, а не важно, строго меньше на самом деле. При единице равно, а так вообще-то меньше, меньше чем n, вот, и поэтому единица на n в степени s больше 1n. Так, вот, ну и отсюда следует, что если мы докажем, что ряд, вот эта вот сумма по единице до бесконечности 1n расходится, то, вот давайте я эту формулу помечу звездочкой, да? Ряд звездочка тоже расходится при 0 меньше s меньше единицы. Просто по теореме сравнения, значит, больше либровое напишем, по теореме сравнения рядов, значит, если этот расходится, вот, ряд из таких вот чисел, тогда этот тоже расходится, потому что просто они больше, по теореме сравнения, про шансы на формулировалось. Вот, значит, вот достаточно доказать, что такой ряд расходится. Значит, это, кстати, называется гармоническим рядом, знаете, наверное, да? Гармонический ряд. Вот, теперь, почему он расходится? Значит, это ряд с положительными членами, и поэтому его расходимость эквивалентно не ограничивается частичным сумм. Значит, проверим. Что частичные суммы Sn – это сумма по n маленького от единицы до n большого, единица поделить на n маленькое, не ограничены. Вот, ну и давайте посмотрим на сумму с номером 2 в степени йод. s с номером 2 в степени йод. А йод – целое число, значит, здесь йод, йод – натуральное число тоже. Вот с таким вот индексом. Что же такое будет? Ну вот, единица плюс 1 вторая. Давайте я буду в группу это собирать. Сначала вот такие будут группы, потом будет следующая группа. До следующей степени двойки обратно. 1 третья плюс 1 четвертая плюс 1 пятая плюс 1 восьмая, ну и так далее. Значит, я собираю эти слагаемые в группы, так что каждая группа кончается обратной степенью двойки какой-нибудь. И последняя группа какая будет? Значит, там суммируем мы до единицы на 2 в степени йод, значит, в самом начале группы будет единица поделить на 2 в степени йод минус 1 плюс единица, плюс и так далее, плюс единица на 2 в степени йод. Значит, вот так вот, да? Вот я эту сумму просто записал, чему она равна, и объединил слагаемые в группы. Теперь в каждой группе я хочу их снизу оценить. Слагаемые, значит, чем-то таким, что неограниченно растет. Давайте в каждом слагаемом заменим все слагаемые на самое маленькое. Вот в этой группе самое маленькое слагаемое, в любой группе самое маленькое слагаемое, последнее, да? А сколько же в группе слагаемых? Ну, вот в этой одно, в этой одно, в этой два, значит, единица на 2 в квадрате, в этой четыре, значит, единица на 2 в кубе, да? Вот, и, значит, здесь сколько будет? Здесь будет, значит, 2 в степени йод минус 1, правильно? 2 в степени йод минус 1, значит, это равняется единица плюс 1 втарая плюс 2 на 1 в четвертую плюс 4 на 1 восьмую плюс и так далее, плюс 2 в степени йод минус 1. Не равняется, а больше либо равно, простите, пожалуйста, не зацениваю. 2 в степени йод минус 1, поделить на 2 в степени йод. Так. Ну вот, ну, а это уже легко вычисляется, значит, ну вот единица плюс 1 втарая это остается, а дальше все вот эти вот слагаемые равны 1 втарой. Тут 1 втарая, там 1 втарая, и тут 1 втарая, да, все это по 1 втарой. Значит, единица плюс 1 втарая плюс 1 втарая плюс и так далее, плюс 1 втарая, и все это получается сколько же раз? Йод раз, да, все вместе. Значит, тут 1 втарая получается, здесь получается до 1 втарая, до 1 втарая, значит, ну вот и йод таких слагаемых получается по 1 втарой, то есть получается, что это все больше либо равно единица плюс йод пополам. Ну, то есть видно, что такие суммы не ограничены, значит, если, значит, йод пополам, йод может быть сколько угодно большим по аксиоме Архимеда, поэтому йод пополам тоже и все, значит, вот уже такие суммы не ограничены, значит, все вообще не ограничены, на чем расходится. Значит, тем самым, вот, прорасходимость мы доказали, да? Прорасходимость мы доказали. Вот, а теперь просходимость, значит, давайте просходимость проверим. Ну, вот, с расходимостью нам было хорошо, потому что, вот, среди этих рядов, которые должны расходиться, есть ряд с самыми маленькими членами, например, с равными единицами, значит, гармонический ряд. Ну, вот, мы про него все доказали, и все хорошо. А среди тех рядов, которые должны сходиться, значит, там нет ряда с самыми большими членами, значит, и поэтому, как-то, вот, теорема сравнения рядов употребить нельзя, надо про каждый день доказывать отдельно. Ну, давайте докажем отдельно, ничего страшного. Значит, пусть теперь S больше единицы. Знаем, что такое вещественная степень? Да, это я хотел сказать, что такое вещественная степень, значит, мы не знаем, что такое вещественная степень. Тем не менее, у вас есть какое-то представление об этом из школы, правильно? Есть. Есть какое-то представление из школы. Вот. Рациональная была, да? Ну, а если вещественная, значит, мы с вами это пройдем когда-нибудь. Я нарочно сейчас вот забегаю вперед. Да, мы не знаем, что такое вещественная степень, но с ней можно обращаться так же, как с рациональной примерно. Вот. И вот это вот можно доказать сейчас, если предположить, что вы знаете, что такое вещественная степень. Вот. Ну, значит, а в тот момент, когда она у вас появится как следует, ну, вот у вас восстановится цельность, так сказать, изложения. Да, я сбежал вперед. Совершенно верно. Я хотел это потом сказать, после конца рассуждения. Ну, значит, раз спросили, тем лучше. Значит, пусть есть больше единицы. Вот. Кто хочет, может считать, что это рациональная, значит, а потом, когда у нас появится вещественная степень, просмотреть снова доказательства и понять, что ничего не меняется. s больше единицы, значит, надо доказать, что частичные суммы 1 плюс 1 вторая в степени s плюс и так далее плюс 1 n в степени s ограничены сверху. Одно и той же константы, не зависящие от n. Правильно. Это ряд с положительными членами, значит, он сходит тогда, только тогда, когда у частичные суммы ограничены. Вот. Ну, так вот, возьмем это самое число n, и тогда найдется такое единственное j, что 2 в степени j меньше либо равно n и строго меньше 2 в степени j плюс 1. Вот так вот, да? Степени двойки строго возрастают и не ограничены, да? Значит, тем самым любое натуральное число попадет между какими-то двумя соседними степенями двойки. Вот мы возьмем такое j, чтобы оно попало, и вот так вот, да? Ну, и тогда вот эту самую сумму можно промажорировать сверху такое. Но они превосходят аналогичные суммы. Значит, я просто продолжу ее до вот этого слова единицы на 2 в степени 1 плюс 1 в степени s, простите, пожалуйста, в степени s. Вот так вот. Я продолжу ее до сюда, добавлю просто еще несколько слагаемых, так что последний член был такой. От этого она только увеличится. Вот. Ну, а теперь давайте сделаем примерно то же самое, что мы делали, когда доказывали расходимость гармонического ряда, только... Значит, сейчас будем оценивать сверху. Значит, я сейчас скобки расставлю. Ну, вот. Давайте даже так вот, значит, здесь... Так, для единообразия проще здесь вычесть единицу. Значит, у меня же ведь n меньше вот этого числа. Стало быть, n меньше либо равно вот такого числа, правильно? Ну, вот так вот, давайте до сюда только и добавим, слагаемых, последние два в степени... Единственное, два в степени j плюс 1 в степени s не будем добавлять, вот это вот добавим. Что? А, ну да, 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 простите. Простите, 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 да, вот так вот, в степени s вот так. Вот. Ну вот, и теперь давайте скобки расставлять. Сейчас у меня группа будет начинаться с обратной степени двойки и, значит, идти до следующей, ее не включая. Значит, это равно единице плюс единица на 2 в степени s плюс единица на 3 в степени s плюс единица на 4 в степени s, значит, со степени двойки группа начинается, плюс и так далее. Ну, давайте напишем все. Единица на 5 в степени s плюс единица на 6 в степени s плюс единица на 7 в степени s, значит, а дальше идет степень двойки, значит, она в следующую группу попадает, ну и так далее. И последняя группа будет какая? Она будет начинаться откуда? С единицы на 2 в степени j в степени s плюс и так далее, плюс единица на 2 в степени j плюс 1 минус 1, и все это в степени s. Вот так вот. Вот такие окажутся группы. И теперь я должен оценивать это сверху. В каждой группе я теперь заменю все слагаемые на самое большое. А самое большое там первое, правильно? В каждой группе самое большое слагаемое первое. Значит, это все не превосходит. Единица плюс, значит, здесь что будет? 2 умножить на единицу на 2 в степени s. Так, здесь будет 4 слагаемых, значит, 2 в квадрате на 2 в степени 2s. Ну, простите, единица на 2 в степени 2s. Так, значит, в следующей группе, давайте представимся, какая она там. Она начинает с 1 восьмой, значит, единица на 2 в кубе в степени s, и слагаемых там будет, значит, сколько? 8, тоже 2 в кубе, да? 2 в кубе, вот так вот. Ну, и так далее, значит, и так далее. И в последней группе что окажется? Значит, слагаемых там будет 2 в степени j, и каждое слагаемое будет не происходить с самого большого. Единица 2 в степени j, s. Вот так вот. Последнее, сколько точно начинается на 2 в степени j, s минус 1? Сверху мы ограничим. А что? Нет, просто, мне кажется, что тогда следующая скобка получается 2 в степени j, s плюс s, поэтому сам должно быть в начале скобки 2 в степени j, s минус 1. А на степени двойки, со степени двойки начинается, вот у нас n такое, да? n такое, значит, вот она начинается отсюда, с такого номера n. Так что, вот, хорошо. Так, ну, теперь давайте я перевезу на другую доску, что тут получилось. Вот сюда, например. Значит, здесь получилось каждый раз некая степень двойки. 2 в степени j, s в знаменателе и 2 в степени j, s в числителе. Получилось вот, что 1 плюс сумма по k от 1 до j, значит, 1 на 2 в степени j, s минус 1. Так, вот, все это не превосходит такой вещь, я просто это переписал. Значит, пока равенство даже, равенство, не то чтобы не превосходит, а просто равенство. Значит, что? Не k. Нет, почему не k? Вот j последняя, да, значит, теперь, а, а здесь вот, да, как, здесь k, конечно, k. Здесь, конечно, k. Здесь, конечно, k. Вот, просто все эти слагаемые, они вот такие, значит, там в каждом слагаемом в знаменателе стоит единица на 2 в степени j, s в числителе единица на 2 в степени j. Вот, когда я сокращаю, получается, вот то, что я написал. Вот, ну, и мы здесь узнаем геометрическую прогрессию с каким знаменателем. С общим членом. Вот таким вот, значит, из низа 1 в 2 в степени s минус 1, значит, ну, и в степени, в степени k все это, вот таким вот, да. Так, теперь 1 вторая меньше единицы. Когда я возвожу ее в положительную степень, значит, я все равно получаю число меньше единицы. Так, 1 вторая в степени s минус 1 меньше единицы. Поэтому, значит, сумма, значит, частичная сумма, значит, геометрическая прогрессия сходящаяся, значит, частичная сумма, вот эти вот, это все там не превосходит. Ну, просто можно писать, чему это равно, это равно, значит, вот, ну, да, если, значит, писать сумму до бесконечности, то это будет не превосходить вот такого числа. Так. Что? Да. Нет, почему? Нет, правильно, все, а что? Не плюс 1? Ну, вот, сумма по k от нуля до бесконечности, q в степени k равняется единице под единицей минус q, если q между нулем и единицей. Вот так вот, мы, по-моему, тебя вычисляли, да, так что здесь просто пишу сумму бесконечной геометрической прогрессии, значит, она, разумеется, больше либо равна всех этих самых конечных сумм, поэтому вот получается, что любая сумма этого ряда ограничена вот таким числом. Никогда не будет больше. Так что вот, а не ограничено, стало быть, он сходится. Ну, и вот теперь еще раз напоминаю, хотя уже вы меня спросили, что здесь не все совсем корректно, потому что у нас не было определения вещественной степени. Вот, кому это неудобно, могут считать, что степень рациональна. Там, скажем, вот, s рациональная, да, значит, потом, когда у нас будет определение вещественной степени, они все стоят на свои места. Так, хорошо. Значит, вот с этими рядами разобрались, но и вот надо тут запомнить, что гармонический ряд расходится, а ряд, скажем, из обратных квадратов сходится. Вот. Вот такой вот ряд, единиц поделить на квадрат, он сходится. Ну, это мы доказали совершенно чисто, значит, здесь вообще показатель даже и целый, необязательно, нерациональный, так что это точно знаем. Чему его сумма равна, знаете? Так, вот он сходится в таком числу пи квадрат 9 на 6, что кое-кто и вы тоже не знаете еще пока у меня. Вот. И это доказал Эйлер когда-то. Это был первый результат, который принес ему мировую известность. Вот тогда, значит, в тот момент была такая довольно популярная проблема, вот вычислить сумму обратных степеней, вот таких вот, значит, когда k и так далее. Вот. И Эйлер на самом деле вычислил это для всех четных k, а для нечетных неизвестно до сих пор, чему это равно. Ну, вот, вот, что при каждом он думает и равно пи квадрат на 6, мы с вами когда-нибудь увидим, может быть, даже несколькими способами, ну, так, похозя, там у нас будут некие моменты, когда это будет очень близко и, значит, грех будет не вычислить. Вот, но не скоро, это не в этом году. До того еще дойти надо. Вот, ладно. Вот, а при каранном Денис Террат расходится, надо хорошо это запомнить. Так, хорошо. Так. Ну, вот, теперь мы немножко отвлеклись на ряды. На самом деле, опять же, рядами я буду пользоваться, значит, тут уже совершенно строго, потому что вы знаете точно определенные ряда, значит, что-то вы имеете в виду, когда мы говорим о ряде, значит, имеется расходимость числительных сумм или расходимость, вот, но вот такой какой-то, там есть некая теория, значит, там есть что сказать про ряды, но вот эту теорию я отложу когда-нибудь на потом. Значит, это будет, ну, не знаю, наверное, не в этом семестре, значит, там. В этом семестре просто, если нам понадобятся про ряды какие-то утверждения, я буду их доказывать, но понадобится нам их немного, сверх того, что я уже сказал, почти ничего не понадобится. Вот, а сейчас давайте еще немного поговорим про предел последовательности. Ну, мы с вами уже выяснили, что, в общем, последовательность, частный случай, функции, вот, у ее области задания есть единственная предельная точка плюс бесконечность, вот, ну, и поэтому, так, особой теории пределов специальной последовательности пока вот у нас не было, просто частный случай теории пределов для функций, и, грубо говоря, так, с первого взгляда, в общем, не о чем и говорить, собственно, но дело в том, что последовательность, кстати, очень просто устроена, и поэтому про нее, можно сказать, немножко больше, чем про произвольную функцию. Ну, давайте я еще раз напишу, как выглядит определение предела последовательности. Значит, вот, пускай xn – это последовательность, вот, тогда точка x является ее пределом непременно в бесконечности, в плюс бесконечности, потому что других предельных точек в области задания нету. Это, значит, это по определению означает, давайте я на языке неравис напишу, значит, для всякого положительного эпсилон существует такой номер n большое, как хотите, можете это большое считать натуральным числом, а можете вещественным, неважно, такое, что для всякого n маленького большего n большого, значит, xn минус x меньше эпсилон. Значит, тут написано следующее, что вот, каким бы эпсилон я ни задался, ну, собственно говоря, то же самое определение предела, которое у нас было, каким бы эпсилон я ни задался, некий хвост нашей последовательности, вот, все, начиная с какого-то места, целиком лежит в эпсилон окрестности этой самой точки x маленькой, да, вот, можно начало обрубить, а хвост будет лежать целиком вот там, вот, а если будет эпсилон поменьше, тогда более дальний хвост там лежит и так далее, вот, ну, вот, так, дело в том, что кроме хвоста сколько, вот, если я взял какой-то хвост последовательности, вот, все xn с номерами больше n большого, это вот то, что мне не попало, сколько там этих самых членов, всего лишь конечное множество, правильно? Если была произвольная функция, заданная, там, скажем, на луче, вот, то есть, простирающаяся бесконечность, то, значит, тоже хвост этого луча, значит, на хвосте она там как-то хорошо себя ведет, а начало луча, это отрезок, это бесконечное множество, здесь все лишь конечное множество, вот, и вот из того, что это конечное множество, высекает несколько приятных обстоятельств, ну, вот, первое, значит, замечание. Так, да, еще вот такая терминология, значит, я не помню, владел ее или нет, но, так или иначе, вести налога полезная, значит, если у последовательности есть предел, то она называется сходящейся, а в противном случае расходящейся. Так, собственно, когда мы рядами занимались, мы той же самой терминологией уже пользовались, потому что ряд сходится, если, значит, его последовательность частичных сумм имеет предел, да, ну, так вот, вполне соответствует тому, что тут сказано, а расходится, если его последовательность частичных сумм не имеет предела, так что, значит, для рядов эту самую терминологию исходимость и расходимостью использовали, то стало бы для последовательности тоже, естественно, ее использовать. Первое замечание такое – сходящаяся последовательность ограничена. В какой-то момент я, в каком-то доказательстве, фактически этим пользовался где-то, не важно, хорошо пользовался или не пользовался, но давайте так или иначе отметим. В чем разница между соответствующей теоремой для функций? Помните, у нас тоже было про функции что-то, если функция имеет предел в точке, то там тоже что-то было про ее ограниченность, где она ограничена? Вблизи точки, где есть предел, правильно? Если функция имеет предел в точке х0, то вблизи этой точки она ограничена. Далеко может быть какая угодно. Стало быть, конечно, все это вытекает из той самой теоремы. Раз наша последовательность сходится, вблизи точки плюс бесконечности она ограничена. В некоторой окрестности точки плюс бесконечности она ограничена. Но дело в том, что сколько членов этой последовательности лежат вне этой окрестности? Конечное множество, правильно? Если я добавлю к ограниченному множеству конечное множество, у меня оно ограничено не переставит быть, верно? А формально так, значит, доказательство, существует окрестность, ну, давайте так, существует такой номер, такое число n большое, что множество xn, вот, вот, xn это наша последовательность, когда n маленькая больше n большого ограничено, скажем, модуль xn не превосходит а для всякого n маленького больше n большого. Вот, ну, так тогда, значит, границей, значит, тогда наша последовательность вся, значит, тогда для всякого j вообще, значит, модуль xj не превосходит а плюс, например, максимум, максимум из модулей xk, где единица меньше либо равно k и строго и меньше либо равно n, вот так вот, да? Вот возьмем максимум этого конечного множества, значит, и вот это будет верхняя граница для всех модулей xj, разумеется, да? Вот, так что, значит, вот тут уже немножко лучше, чем было для функции, функция ограничена вблизи точек, где существует предел исходящий, значит, последовательность ограничена целиком. Вот, в связи с этим можно переформулировать вот это самое определение предела, в связи с тем же самым обстоятельством, значит, давайте вот назовем это леммой, что ли, лемма, последовательность xn имеет предел x тогда и только тогда, когда для всякого епсилон положительного множество тех индексов n, для которых xn минус x больше либо равно епсилон конечна. Значит, значит, вот вот так можно по-другому сказать, что значит, что последовательность сходится. Ну, смотрите, пожалуйста, в одну сторону. Если последовательность имеет предел, значит, тогда вот это верно, для всякого епсилон найдется такой номер, начиная с которого выполняется вот такое неравенство. Значит, для каких n такое неравенство может нарушаться? Для каких n вот это может быть выполнено? Да? Значит, вот неравенство, значит, итак, если предел существует, то значит, для всякого епсилон, значит, вот давайте епсилон зафиксируем, значит, неравенство такое, вот это вот, которое там в определении множества стоит, может выполняться только при n маленьком, не больше n большого, правильно? При n маленьком больше n большого такое верно, значит, все номера, которые попадают в это множество, они должны быть не больше n большого, но таких, таких номеров n конечное множество всего лишь, Так что, если предел есть, то это верно, да? Итак, вот давайте, может быть, это условие как-нибудь, сделано, что у него было, давайте, значит, плюсик теперь обозначим, значит, итак, первое, если предел существует, то плюсик выполнено, это я объяснил, да? А теперь, второе, обратно, пусть неравенство плюсик, пусть условия плюсик выполнены, значит, что получается, для каждого n, множество номеров, для которых вот такое неравенство выполняется, значит, тогда надо доказать существование вот этого н большого, значит, вот берем эпсилон, значит, берем эпсилон, берем эпсилон, множество тех н, для которых модуль x минус xn больше, чем равной эпсилон, конечно, пусть n большое, его максимум, самый большой номер, для которого вот это выполняется, значит, раз оно конечное, то такое и существует, вот, ну, так вот, это самое большое, конечно, вот, годится вот для этого определения, потому что, если у нас номер уже больше н большого, тогда это разность меньше эпсилон, так, понятно, да, вот, значит, тогда модуль xn минус x меньше эпсилон, для всякого n большего н большого, вот, хорошо, ну, вроде так совсем понятно, значит, ну, вот воспользовались так аккуратненько тем, что множество индексов, которые меньше за одно ущество числа конечно, и все получилось, значит, такая перефорировка, вроде бы, не очень глубокая, почти то же самое, но тем не менее, у нее есть следствие, значит, вот давайте вот, его сформулируем, для этого понадобится понятие перестановки, значит, пускай, скажем, φn на n это некая биекция, биекция, ну, то есть, взаимно однозначное отображение множества натуральных чисел на себя, какое угодно, ну, обычно называют такое отображение перестановкой множества натуральных чисел, значит, мы не очень будем такой терминологией пользоваться, а мне нужна была перестановка последовательности, значит, пусть xn это последовательность, тогда последовательность такая вот, x с значком φ от n называется ее перестановкой, вот, ну, если не прибегать к термину там биекции и так далее, что такое перестановка, просто берем последовательность и расставляем ее член в другом порядке, каким-то образом, да, значит, вот, а можно сказать, что-то с пропозициями, отображение φ, отображение, которое вот число n сопоставляет x степень n, значит, вот такая перестановка, вот, ну, так, давайте следующее утверждение, назову торжественной теоремой, значит, теорема, последовательность xn сходится сходится к x, тогда и только тогда, когда любая ее перестановка сходится к x, так, эта сходность сходимостью не зависит от того, в каком порядке мы расставим члены последовательности, как не расставляя, все равно будет сходиться туда же, вот, почему это так, ну, давайте вот посмотрим на какую-то перестановку, вот, x φ от n это некая перестановка последовательности xn, и давайте напишем определение сходимости в форме с плюсиками, для той последовательности, для другой, вот в этой форме, значит, xn сходится к x, это эквивалентно тому, что для всякого ε множество тех n, для которых xn минус x больше либерного ε конечно, вот, а x φ от n сходится к x, это эквивалентно тому, что для всякого ε множество тех индексов, для которых x с значком φ от n минус x больше либерного ε тоже конечно, вот, ну, так, дело в том, что φ же это биекция, множество вторых числа на себя, поэтому на конечное множество переводят в конечное, значит, индекс прилежит этого множества, вот этому, тогда и только тогда, вот этого множества, тогда тогда, тогда φ от n прилежит вот этому, правильно, вот поэтому, ну, понятно, да, вот когда мы в такой форме, форме плюсик, перепишем определение предела, то все становится ясно, значит, там, вот, значит, вот, последовательность сходится одновременно со всеми своими перестановками, вот, а сейчас перерыв пора делать, значит, вот про перестановки вы поняли, что от перестановки свойства высоходящейся не меняется, теперь есть еще тут некий способ по одной последовательности строить какие-то другие, но это тоже называется под последовательности, вот здесь определение такое, пускай xn это некая последовательность, вот, и пускай имеется некая еще возрастающая последовательность номеров, значит, nk это другая последовательность, все nk натуральные числа, причем предполагают, что она возрастает, строго, да, строго возрастает, ну что это значит, тут легко написать n1 меньше n2 меньше n3 и так далее, значит, каждый следующий номер из этой последовательности больше предыдущего, вот, тогда такая последовательность yk равняется x с значком nk называется вот положим yk вот этому, значит, yk по k натуральным называется под последовательностью последовательности исходной xk, xn, простите, пожалуйста, значит, тут что мы делаем, просто вот берем нашу последовательность xn и прорежем ее, мы, чтобы перейти к подпоследовательности, берем не все номера, которые там есть, а некоторые просто выкидываем, но надо так, что у оставшихся было бесконечно много, вот, ну, вот тогда будет последовательность, значит, вот, тут, опять же, такая теорема, мы ее знаем, на самом деле, теорема, если последовательность xn сходится к x, то любая подпоследовательность xnk тоже сходится к x, вот, любая подпоследовательность, сходящаяся последовательность тоже сходится причем туда же, вот, на что тут проще сослаться из того, что мы знаем, чтобы не доказывать ничего особенного, то есть, это несложно доказать, но можно, можно и сослаться, значит, у нас была, да, вот, на теорема пределит сужение, значит, потому что, смотрите, пожалуйста, вот у нас множество утраальных чисел, один, там, два, три и так далее, значит, вот, а есть некое подмножество, которое знумеровано, n1, n2, значит, там, ну и так далее, nk, вот так, значит, просто вот какие-то, какие-то натуральные числа у нас отмечены, да, вот, получается некое такое подмножество, множество задания, и подпоследовательность может трактовать просто как сужение нашей последовательности, это множество, правильно, вот, так что, есть теорема о пределе сужения, не меняется предел при сужении, правильно, так что, вот, значит, можно вывести, значит, легко следует из теоремы о пределе сужения, мы рассмотрим не все индексы, а только часть, тогда в теореме о пределе сужения надо было, чтобы у этого самого множества, на которое мы сужаем, вот, точка x0, а здесь это будет плюс бесконечность, тоже была предельная, но здесь так будет, поэтому, ну вот, куда же, вот, ну и дальше появляется возможность, так сказать, для злоупотребления, потому что можно, теперь, последовательность переставлять, потом ее прореживать, значит, вот, любая, подпоследовательность, любой перестановки, тоже сходится туда, куда, вот, так, вот, но, как вот, и в теореме определить сужения, определить сужение, обратное, конечно, неверно, то есть, исходимости под последовательность не вытекает, про всю последовательность ничего, потому что на остальных номерах, которые мы выкинули, можно все, что угодно, например, вот такая последовательность минус единица в степени n, у нее есть последовательность с четными номерами, которая прекрасно сходится, и последовательность с нечетными номерами, которая тоже прекрасно сходится, а сама она не сходится, значит, так, что вот так, Вот. Теперь в терминах последовательности можно описывать предельные точки множества. Давайте вот поймем, как их описывать. Поймем, как их описывать. Пусть, значит, опять же теорема, пусть А – это некое множество вещественных чисел, когда точка Х является предельной для А, тогда и только тогда, когда существует последовательность ХН со следующими свойствами. Первое. Все ХН лежат в А и не совпадают с Х. И второе. ХН сходится к Х. Вот. Ну, как вы помните, предельная точка может лежать в А, может не лежать. Так что, если она в А не лежит, то вот это вот условие лишнее тогда. Ну, А может лежать, тогда его надо непременно наложить. Вот. Значит, ну, иными словами, так. Вот. Если посмотреть на множество А минус Х, вот такое вот, выкинуть за точку Х, то это условие говорит, что она, вот, точка Х предельная тогда и только тогда, когда до Х можно добраться с помощью последовательности точки вот за этого множества. Вот. Ну, и еще такое дополнение, значит, вот, дополнение в части достаточно, в части необходимости. Если Х предельная, давайте напишем вот так, вот, Х лежит в А штрих, то, значит, самое число ХН можно вывести парноразличными. Попарноразличными. Вот. Если мы очень хотим, можно сделать их все разными. Вот. Хорошо. Ну, давайте смотреть, почему это так. Давайте сначала предположим, что точка Х предельная и доберемся до нее некой последовательности множества А минус сама точка Х. Значит, вот, значит, доказательство. Первый пункт. Пусть Х предельная. Вот. Давайте посмотрим, давайте возьмем такое вот число. Значит, вот возьмем, значит, окрестность. У Х одна энная. Это, значит, множество тех точек У, для которых модуль Х минус Игрек меньше одной энной. Вот возьмем такую окрестность точки Х. Значит, окрестность точки Х, значит, АН здесь пробегают натуральные числа. Вот для каждого натурального числа построим такую окрестность. Вот. Теперь по… Раз Х предельная точка для множества А, да, то любая такая окрестность должна содержать точки множества, отличные от Х. Значит, из того, что Х лежит в А штрих, вытекает, что для всякого Н существует точка ХН, лежащая в А, пересеченная с этой вот окрестностью, у Х одна энная, и отличная от Х. Вот. Ну что же, все эти точки отличные. Вот, собственно, тем самым последовательность и получилась. Получилась некая последовательность ХН. Значит, все ее элементы лежат в А, все они отличны от Х, просто мы так строили. Вот. Ну, а теперь вот это самое включение означает, что ХН минус Х по модуру не превосходит одной энной, да? Вот. И отсюда вытекает там по принципу двух полицейских, что ХН стремится к Х, потому что одна энная стремится к нулю, значит, вот так вот, да? Вот. Стало быть, мы доказали, что из того же точка предельная вытекает существование такой вот последовательности. так, надо повторить что-нибудь сегодня? Хорошо. Так, теперь, значит, давайте сразу, значит, как обеспечить, чтобы все ХН были попарно различны. Как тут сделать? Ну, нужно просто выбирать поаккуратнее, да? Значит, мы тут на удачу выбрали ХН из вот такой вот окрестности. Вот это и вот, да? А давайте, значит, вот как сделаем. Вот предположим, что до какого-то, давайте по индукции рассуждать, до какого-то мы дошли, выбрали там Х1 и так далее, ХН. Пусть они все попарно различные. Понятно, что на первом шаге они все будут попарно различные, пока у нас только один элемент, да? Теперь вот выбрали сколько-то парно различных. Вот, тогда ХН плюс один надо выбирать в У, Х, единица поделить на Н плюс один. Так, давайте ее немножко уменьшим. Уменьшим ее настолько, чтобы она не содержала всех предыдущих этих самых выбранных членов нашей последовательности. Вот, значит, просто так, значит, выбираем. ХН плюс один на каждом шаге из столь малой окрестности ВХ дельта, содержащийся в У, значит, Х1Н, что, значит, ВХ дельта не содержит всех предыдущих выбранных точек. Значит, они все отличны от Х, поэтому такую маленькую окрестность можно найти. Их конечное число можно найти такую маленькую окрестность. Ну, и разумеется, значит, это сам ХН плюс один, конечно же, должно быть в А и не должно, значит, быть в Х. Значит, на самом деле ХН плюс один лежит, значит, ВХ дельта пересеченную с А минус Х. Вот там вот выбираем, и это можно. Значит, просто в окрестности вот этой вот, да, тут плюс один надо поставить, плюс один. Значит, вот эта вот очередная окрестность, с которой мы должны выбирать точку, выбираем окрестность поменьше, которая не содержит всех предыдущих, и уже к ней вот применяем это самое определение предельной точки. И там находим точку отличную от Х множества А и так далее. Вот тогда все они будут различные по индукции. Вот, так, ну, значит, вот с утверждением в одну сторону мы разобрались. Если точка предельная, то вот все, что я тут про нее объявил, можно сделать. А теперь в другую сторону. Значит, пусть существует последовательность Хн, удовлетворяющая условия 1 и 2. А, значит, докажем, что Х – это предельная точка для множества А. Вот, значит, докажем, что Х – предельная точка для множества. Ну, что А доказывает? Надо взять произвольную окрестность. Вот, пускай, пусть У – это окрестность точки Х. Вот, надо доказать, что в ней найдется точка множества, отличная от Х. Правильно. Вот. Ну, так давайте воспользоваться тем, что последовательность Хн сходится к Х. Значит, существует такой номер Н большое, что для всякого Н маленького, большего Н большого, Хн лежит в У. Так. Вот. Ну, и возьмем любое такое Н. Значит, берем одно такое Н. Значит, фиксируем такое Н. Н маленькое, больше Н большого. Тогда про это Хн что можно сказать? Хн лежит в У. Разумеется, просто так вот мы выбрали номер. Кроме того, он лежит в А, потому что условие 1 у нас выполнено. Значит, Хн лежит в А, но и опять же в условии 1 написано, что Хн не равно Х. Значит, как определение предельной точки требовалось, так и получилось. Мы нашли такую точку, которая вот лежит наперед за данной окрестности точки Х в пересечении с множеством А, от Х отлично. Так что вот теорема мы это доказали. Значит, вот такое описание предельных точек в терминных пределах последовательностей. Вот. Ну и раз уж мы добрались до этого места, то можно сформулировать другую форму теоремы о компактности. Значит, помните, что такое теорема о компактности? У нас еще в оводной части это было, да? Была такая теорема, что всякое ограниченное бесконечное множество имеет предельную точку. Так? Было такое, да? Помните, да? Вот. Значит, вот давайте я напомню. Всякое ограниченное бесконечное множество вещественных чисел имеет предельную точку. Вот. А сейчас будет другая форма теорема о компактности. Значит. Теорема о компактности. Она звучит так. Всякая ограниченная последовательность xn вещественных чисел имеет сходящуюся подпоследовательность. Вот. Значит, последовательность может вести себя очень хаотично, экзотично как-нибудь там. Но вот мы сейчас рисовали последовательность с минус единицей в степени, она не сходится, но у нее там есть две сходящиеся последовательности, да? Вот как бы какую последовательность я не придумал, если она ограничена, у нее непременно есть какая-то последовательность, которая сходится куда-то там. Вот. Ну, это, в общем, это то же самое, что теорема о компактности, и то же самое, что аксиома Кантера и Декинда, и то же самое, что теорема о вложенных промежутках. Это все вещи эквивалентные. То есть вот раз мы с вами приняли аксиому Кантера и Декинда, то все мы из нее выводим в конечном итоге, значит. А можно было бы любое утверждение принять за аксиом, и тогда все остальные бы последовали. Но, разумеется, вот когда мы этим занимаемся, второй формы сериала о компактности, мы уже не будем ссылаться на аксиому Кантера и Декинда, непосредственно выведем это из первой формы. Итак, значит, доказательства. Вот, давайте возьмем нашу последовательность эксцена и посмотрим на множество ее значений. Вот, рассмотрим множество такое. А – это просто множество всех значений нашей последовательности. просто забудем о том, что это последовательность, кинем это все, значит, так сказать, в одну кучку и посмотрим, что там получается. Вот, ну и это множество может быть либо конечным, либо бесконечным, разумеется, да? Значит, если А конечно, то что это значит? Это значит, что одно и то же значение, одно и то же число повторяется в нашей последовательности бесконечно много раз. Наверняка так будет, да? Если А конечно, то наверняка случится так, что А кое-то число повторяется в нашей последовательности бесконечно много раз. То существует последовательность индексов n1 меньше n2 меньше n3 меньше и так далее, такая, что xn1 равняется xn2 равняется xn3 равняется и так далее. Значит, но не может быть так, чтобы множество значений последовательности казалось конечным без этого свойства. Правильно? Какое число должно повториться бесконечно много раз? Ну, если оно повторяется бесконечно много раз, тогда, значит, xnj – это постоянная последовательность. Ну, а постоянная последовательность сходится, любая постоянная функция сходится вот к этому самому значению, которое она принимает. Так что, если оконечно доказывать нечего, значит, тогда просто вот на каких-то местах в нашей последовательности стоит одно и то же число, вот мы выбираем эти места, и это подпоследовательность как раз сходится к тому самому числу, которое там стоит. Вот. А если а бесконечно, то а имеет предельную точку x. Вот по первой форме теоремокомпактности. Так? Вот. Ну, раз она имеет предельную точку, значит, вот, потому что я только что доказал, существуют попарно различные числа yk из a, такие, что предел приказ стремящейся к бесконечности yk равен x. Значит, yk, ну, вот, k здесь принимает значение натуральное все, значит, вот так вот, k пробегает r. Значит, вот тогда по теореме, которую я доказал перед этим, до точки x может добраться, значит, вот, поскольку x предельная точка множества, значит, до нее может добраться последовательностью из y, ну, и все они x не равны еще, кроме того, даже, нам даже сейчас и не важно. Вот. раз попарно различные, то поймешь, что с некоторыми значениями x не равны, значит, там, вот, даже нам сейчас не важно, что они x все не равны. Вот. А теперь, что же у нас будет? ведь все y, это какие-то значения нашей исходной последовательности. Значит, для каждого k существует j, такое, что y, равняется x, n, j, правильно? А, для каждого k, да, правильно я и сказал, для каждого, вообще-то номерка написал, существует, для каждого k существует. вот, знаете, какой-то такой странный психологический эффект. Когда я представляю формулу дальше, значит, то, часто почему-то рука пишет тот знак, который должен быть дальше, тот, который должен сейчас написать. Вот. Значит, для каждого k существует j, такое, что вот это вот. Значит, и что еще про эти самые индексы n, j, я могу сказать, я могу точно сказать, что n, j, не равно n, j, штрих, если существует единственное, скажем так, даже, да, сейчас, но не единственное, нет, единственное, нет, неверно, а, что разным k соответствуют разные дексы n, j, потому что, значит, вот разным k соответствует разное n, j, потому что все y, k попарно различны. Если бы n, j для двух разных k были одинаковые, тогда бы эти самые xk1 и xk2 были одинаковые. Вот. Они все попарно различны, поэтому не может быть, чтобы эти индексы оказались одинаковыми для разных k. Ну, а тогда вот это самое xn, j, это не совсем подпоследовательность, правильно? Вот давайте посмотрим на нее, что это такое. Это не совсем подпоследовательность, а что это такое? Это перестановка в последовательности, правильно? xn, j, это некая перестановка, некой подпоследовательности xn, правильно? Ну вот. Так что тут получается? В общем, она сходится к x, сходится к x опять же по этому самому условию, значит, вот в терминах конечных множеств, значит, только конечное множество может быть далеко от x для каждого абсилента и так далее, да? Она сходится к x, с другой стороны, есть некая перестановка некой подпоследовательности, значит, тогда вот эта вот подпоследовательность тоже сходится к x, потому что от перестановки ничего не получается. Так, надо что-нибудь представить в этом месте? Нормально все, да? Вот. Хорошо. Значит, вот так. Значит, вот еще вторая форма теоремокомпактности, мы будем этим пользоваться, значит, это иногда удобнее, чем предельные точки искать, сходящиеся последовательности искать иногда удобнее, чем предельные точки технически, когда нам нужно что-нибудь такое, это вот сходящиеся последовательности иногда больше, так сказать, дает просторы для общения, общения с ней, грубо говоря. Вот. Ну, хорошо. Значит, вот еще одна форма теоремокомпактности, и, может быть, почти последнее, что мне надо о последовательностях, значит, если что-то понадобится еще потом, то мы это похоть докажем, сейчас мы просто не сообразить, что мне понадобится, вот, а одна вещь точно понадобится, это предел функции в терминах последовательности, вот так будет сделан заголовок, предел функции в терминах. Я вот не помню терминологии, вот то, что мы с вами писали в форме неравенств, это, кажется, называется определение предела по Каши, а в терминах последовательности, кажется, определение предела по Гейну, я не помню, значит, как это тогда. Вот. Значит, сейчас я этой терминологией пользоваться не буду, а просто вот давайте такую теорему докажем. Теорема. Значит, пусть... Ну, давайте... Давайте так, пусть... а это некое подмножество множества вещественных чисел, x0 это предельная точка множества а, я считаю, что это тоже вещественное число. Там есть вариант со случаем, когда x0 это плюс или минус бесконечность, значит, мы его в свое время тоже отметим, когда у нас будут пределы бесконечные, там, и последовательностью функции, значит, про это тоже надо будет поговорить, но вот давайте сейчас вот так вот, пусть тоже вещественное число, и пусть имеется некая функция, заданная на множестве а и вещественное. следующее условие эквивалентное. Значит, первое, предел функции f в точке x0 существует и равен а маленькому, значит, я напомню, что когда я пишу такое, то имеется в виду, что утверждается еще и существование предела, не просто там мы предполагаем, что он существует, а потом говорим, что равен а, а вот существует и равен а маленькому, а второе такое, для всякой последовательности xn такой, что xn лежат в а, xn не равны x0 и xn стремятся к x0, верно следующее, f от xn стремится к а. Значит, другими словами, существование предела можно проявлять по последовательности. Значит, если мы докажем, что для любой последовательности, которая вот дотягивается от точки x0 из множества, значит, получается такое, то, значит, предел существует. Ну, тут вот как, значит, тут есть раз эквивалентность, значит, тут надо доказывать, что из 1 следует 2, а потом, что из 2 следует 1. Давайте немножко обсудим пока. То, что из 1 следует 2, это будет просто. А вот из 2 следует 1, тут будет некая трудность, потому что смотрите, что у нас происходит. Вот у нас эта самая точка x0, вот тут где-то множество лежит, да? Вот, и вот функция f. Значит, нам что доказать? Вот точка а маленькая, вот здесь вот, да? Нам надо доказать, что вблизи точки x0 наша функция близка к а маленькому. Вот, вообще, значит, на всем, во все окрестности точке, их столь на близка к а маленькому. Значит, это условие тоже вроде бы говорит, что такое, но так вот если к нему приглядеться, значит, оно отдельно для каждой последовательности, правильно? Поэтому вот то место, начиная с которого эти самые f от x0 будут близки к а маленькому, оно свое для каждой последовательности. Значит, почему если я беру разные последовательности, то сложится такая вот целая окрестность из них, где все близко к а маленькому, это так заранее не очень понятно. То есть вот кажется, вроде бы, что это самое условие с последовательностью, вроде бы оно как-то сильно слабее. Там нет равномерности по последовательности. Вот самая близость наступает в разные моменты. Вот. Ну и вот поэтому, значит, тут есть некая трудность в этом самом месте. Значит, вот. Но давайте сначала разберемся с простой частью. Вот я начинаю доказывать. Доказательство из 1 следует 2. Ну, это более-менее понятно, значит, как там. Вот. Значит, берем окрестность У. Пусть У – это окрестность точки А. Что нам надо? Надо найти такое число N большое, что вот этот самый хвост последовательности. Да, значит, пусть у окрестности точки А, пускай, пускай XN сходится к А. Ну и как там написано? XN лежит в области определения, XN сходится к X0, простите, пожалуйста, как X0. XN не равно X0. Вот такая, как там написано. Значит, вот берем окрестность точки А и надо найти N большое, такое, что вот этот самый хвост последовательности XN. С большого целиком содержится во хрестности У. Вот это надо проверить, значит, доказать, что вот если я беру произвольно такую последовательность, потом переделываю ее функция в какую-то другую, получается последовательность, у которой вот хвост там содержится, значит. Вот берем У и для нее найти такое большое. Ну так, значит, что же. Вот по определению предела функции существует В с ноликом проколотая окрестность точки X0 такая, что, значит, значит, F от В0 содержится в У. Правильно? Вот. С другой стороны существует N большое такое, что XN содержится в В0. Для всякого N больше ВН большого. Это потому что XN сходится как с ноль. Вот. Заметьте, что они непременно получат В0, потому что все они от Х отличные, значит. Там определение предела не требуется, чтобы они в В0 попадали в соответствующую непроколотую окрестность, но они автоматически будут проколотые, потому что они все отличные от Х по предположению. Значит, вот так вот. Ну тогда, а тогда и все. А тогда, значит, получается, что? Значит, F от В0 содержится в У. Все XN, начиная с некоторого места, содержатся в У. Но тем самым отсюда следует, что F от XN содержится в У для всякого N большого. Вот. Что и надо было, да? То есть, ну вот действительно, действительно в эту сторону все прекрасно. Вот. А что делать с обратной стороны? У меня пять минут. Начать-то я успею, но мне не хочется прерываться в среде и доказать с собой, что кончить я не успею. Вот. Поэтому давайте это отложим на завтра, значит. Вот. И с этого места я просто начну сразу. -查〜- Позрves! Ну какой-то! Продолжение следует...